чё вы тут расшумелись дайте пройти в туалет хочу ну что опять такое туалетная бумага закончилась зачем так орать там скибиди санта смысле скибиди туалет только виде санты и у него не только голова есть мои руки вот смотрите скибиди джингл джингл бэнс скибиди джингл бэнс скибиди джингл бэнс я королевский корги от корги всем в восторге я стану даже круче чем публик и бандит я королевский корги от корги всем в восторге я супер меда коржик я буду знаменит всем привет коржата меня зовут великий корг 3 я самый крутой корги на ютубе вернее пытаюсь таким стать если вы немедленно не подпишитесь на мой канал и не поставить лайк то вам капец со мной в квартире живут два грозных волка бандит и бублик и они если чё за меня спишутся друзья зовут меня коржик если ты напишешь коментах что будешь со мной дружить то тогда можешь назвать меня коржиком как парни я больше терпеть это не намерен почему у нас болит клаварь нашей стаи в смысле потому что я старше всех и сильнее это неправильно у нас демократическая банда поэтому каждый год мы должны выбирать себе нового главая а ты вот эти английские ценности знаешь куда засунь я примерно догадываюсь куда вы клоните хочешь быть королем не только на словах да коржундель а что тут такого коржик между прочим настоящий коржащий король и только он достоин руководить нашей стаей у него еще руководилка не выросла все нормально у меня с руководилкой короче я предлагаю провести демократические выборы ничего вас не выйдет я в любом случае буду голосовать за попастью и того у нас будет два ваших голоса против двух наших а если я скажу что каждый проголосовавший за меня получить двойную порцию нашего вкусненького корма sirius опачки сильный ход бублинцы ты чё совсем куку ты чё не понимаешь что эти злобные сосиски хотят купить твой голос попасть а ну это же sirius да да который много премного вкусного вида мяса да не одного а нескольких видов и он так вкусненько хрустит когда его кушаешь а еще он очень полезный для собачьего организма попасть а ну как тут устоять боюсь что коржик теперь будет нашим главарем эх ты сынуля надо было в детстве тебе тараса бульбу дать почитать но видимо ничего уже не сделаешь давайте хоть перед этими вашими выборами и нормально покушаем а продала вот скажи а я же буду твоим заместителем ну конечно вообще без проблем а можно я тогда буду отвечать за распределение нашего вкусненького корма sirius еще чего это я буду должен за него отвечать рыжая сопля неужели ты думаешь что коржик поставит на эту должность тебя а не своего родственника вот ты наивный он же уже показал свою сущность когда подкупил тебя да бублик прости это место занимает кекс так но раз все пое ersten давайте проведем выбор играм 1 голосую сам за себя и я сам за себя я breeff packer теперь меня будет двойная порция ассирьюса этот мне не будет двойная двойная порция ассирьюса вот бублик умный пёс благодарю на ноги голосуют а myös полной говарства как он смог клик пить то мой голос Хе-хе-хе, ваше лопаухое величество, вам еще дворцовым интригам, учиться и учиться, я Бублику пообещал ровно то же, что и ты, так что я остаюсь главарем стаи и в честь этого знаменательного события, мы все сожрем еще по одной мисочке нашего вкусненького корма Сириус, все согласны Ну волчара, ну хитрюга, уважуха за такое коварство, ладно, тащите еще корма, отметим это дело Мы конечно дико извиняемся, младший человек, но ты видел какое сегодня число? Как бы Новый год уже на носу И что, вы хотите, чтобы я вам купил подарки? Подарки мы и сами сможем себе купить, мы не поймем, почему вы не готовитесь к Новому году? А что к нему готовиться, ну наступит и наступит, все парни отвалите, у меня много учебы В смысле наступит, а кто елочку будет ставить, вы же всегда елочку ставили Мы наряжали ее все вместе, нам это очень нравилось Да, вешали игрушки, украшали дождиком, а у нас что, этот Новый год пройдет без елки? Наша старая искусственная елка уже рассыпалась, надо покупать новую, но мне если честно как-то не до этого Вон, идите к моим родителям, пусть они покупают Ничего она не обсыпалась, как она может обсыпаться, если она искусственная? Это настоящие елки обсыпаются, но мы же за экологию и поэтому у нас искусственная елка Кстати, коржата, напишите в комментах, а в этом году у вас будет натуральная или искусственная елочка? Походу у младшего человека с этим выпускным классом и экзаменами совсем настроения новогоднего нет Вот младший человек, смотри как мы раньше елочку наряжали, ну прикольно же было Но сборка елки это еще полдела, главное надо ее украсить Пошли шарик на елку вешать Пойдем, пойдем Мое хосячие чувства прекрасного подсказывает мне, что здесь будет идеальное место Затем мы повесили фирменный шарик с папасей, и мой шарик тоже повесили Они нам с папасей очень нравятся и должны висеть на самом видном месте Ведь мы же в этой семье самые главные Снежинку вешаем, вот эту, нравится? Человечка, снежинки в 2019 это не эстетично и пошло, фу, у тебя отсутствует стиль и вкус Ну ладно, давай другую какую-нибудь, а вот такая, да, тебе нравится? А вот эта блестящая фиговина подойдет, не лучший вариант, но она без рыбьи и рак рыба Короче, с горем пополам, но мы елку украсили Я лично контролировал процесс Елочка получилась скромной, но симпатичной Хосята, а вы как считаете? Поставьте лайк, если она вам понравилась И зачем вы мне показали это видео пятилетней давности? Потому что тогда началась эта традиция Наряжать елочку вместе с питомцами Когда появился я, на новый год я тоже вместе со всеми елочку наряжал И я тоже уже два новых года елочку вместе со всеми наряжаю Это очень классная традиция Поэтому давай поднимай свой зад из-за компьютера и пошли ставить елку Я вам по-русски сказал, мне некогда, что вам еще надо? Ну пожалуйста, 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 ну пойдем поставим елочку Посмотри, мы включили режим няши, ну как ты нам можешь отказать? Я сказал отстаньте, и вообще хватит меня доставать Не, ну это уже ни в какие рамки не лезет Это вообще я считаю главным попьющимся негодяйством Как можно взять и вот так нас выгнать? Парни, младшему человеку надо отомстить! Он не имел права так с нами поступать! Нет, мы не будем никому мстить и гадости младшему человеку делать не будем Да с какого это перепугу? Ты с чего это вдруг стал добреньким? А с того, что когда придет Дед Мороз и спросит, хорошо ли мы себя вели, Что мы ему ответим? Что делали гадости младшему человеку? Нет, ну мы скажем, что это из-за того, что он елку не хотел с нами наряжать И Дед Мороз поймет Вы чё за бред не счёте? Какой Дед Мороз? Деда Мороза не существует Не, ну ты серьёзно Ты хочешь сказать, что и других сказочных персонажей или монстров тоже не существует? Остальные существуют, а Дед Морозов нет А, я понял Ты же у нас из Англии, брателла Поэтому у тебя там Санта Клаус был, а не Дед Мороз Вообще-то Санта и Винтерфелли был Да какая нафиг разница, как его зовут в разных странах Это один и тот же чувак, добрый старик, который всем приносит подарки и спрашивает Слушались ли мы родители в этом году или нет? Вот ты точно меня не слушаешься Я об этом точно Деду Морозу скажу Хе-хе-хе-хе Да достали вы со своим Дедом Морозом и Сантой Ни того, ни другого не существует Ты чё, совсем куку волосатая сиська? Мы однажды с Бублинцей и Дедом Морозом даже фиг сняли Зима вовсю идёт, и дождь уже не льёт Всё снегом замело, вокруг белым-бело А главное, зимою есть праздник Новый Год Который отмечает весь человечий рот Для Хаски этот праздник сплошная древедень Гирлянды зажигаются, ночь превращая в день А рулит этим пенсия давно не молодой Какой-то старикашка, дед с белой бородой Хаски дай, дай, дай Дед Мороз обормол Хаски дай, дай, дай Нам еды в Новый Год Хаски дай, дай, дай Дед Мороз обормол Хаски дай, дай, дай Нам еды в Новый Год Вы чё, совсем ослепли? Это же просто человек-дед напялил на себя костюм И скакал вместе с вами в этом клипе В смысле человек-дед? Ты чё, серьёзно? Ну, вообще-то да Его легко узнать Он просто бороду из ваты нацепил И костюм напялил Это чё получается? Деда Мороза нет? А кто тогда на прошлый Новый Год приходил? Тоже человек-дед? Нет, в прошлом году на себя костюм напялил старший человек Я думала, вы его сразу раскусили Капец! Неужели нас столько лет дурили? Деда Мороза не существует? Так, парни, никому об этом нельзя говорить Если Деда Мороза не существует Мы его должны создать! Мы же с вами волшебные псы! Хм, а это хорошая идея Да уж, неплохая Если мы создадим с помощью магии настоящего Деда Мороза То, возможно, он создаст нашему человеку новогоднее настроение И тогда он точно пойдёт вместе с нами ёлочку наряжать Отлично, парни! Чур, я начинаю колдовать первый! Хасямба-масямба Коргис-моргис Деда Мороза Создаваем бис! Чё вы тут расшумелись? Дайте пройти, я в туалет хочу А-а-а! Ну что опять такое? Туалетная бумага закончилась Зачем так орать? Т-т-т-т Там скибеди-санта! В смысле? Скибеди-туалет только в виде санты? И у него не только голова есть, но и руки Вот, смотрите! Скибеди-джингл-джингл-бэнс Скибеди-джингл-бэнс Скибеди-джингл-джингл-бэнс Скибеди-джингл-бэнс Кобец! Реально скибеди-санта! Стрёмный какой! Но мы же создавали Деда Мороза! А получилось! Вот это! Стоп! Вспомните! Бандит сказал не Дед Мороз, а Дед Морозямба Пенсия, это ты испортил заклинание Вы чё, дураки дурацкие? Морозямба это рифма к хасямбамосямба Вы меня чё, учить будете хасячьей магии? Я всё правильно сказал! И чё нам теперь делать? У нас в туалете сидит стрёмненький Скибеди-санта И поёт песню Скибеди-джингл-бэнс Скибеди-джингл-джингл-бэнс Скибеди-джингл-бэнс Скибеди-джингл-джингл-бэнс Скибеди-джингл-бэнс Сейчас мама и папа с работы придут И чё я им скажу Не ходите в туалет, там занято? Потому что в туалете застрял Толстый зомби-мужик в красной шапке Ну не могли мы такого наколдовать Стоп, что ты сейчас сказал, младший человек? Я сказал, что там сидит Толстый зомби-мужик в красной шапке Точняк, посмотрите внимательно Он вам никого не напоминает Эээ, ну вроде похож на Эй, мужика, остановись на минуту У того такой же огромный прыщик на всё пузо был Его ещё Коржик считает Самым ужасным монстром из всех, что он видел Так, так, так Так всё-таки кто изменил заклинание, а, Коржик? Кто создал самого страшного Деда Мороза? Ааа, я так понял А спираться бесполезно, да? Давай, Коржик, колись Зачем ты это сделал? Да потому что хотел тебя напугать самым страшным монстром Потому что ты нас выгнал Не хотел ёлку наряжать Вот я и внёс некоторые изменения в заклинание И в итоге, вместо настоящего Деда Мороза Появился вот этот стрёмный скиби-ди-санта Ну чё, молодец, поздравляю Ага, а теперь в обратном мире Станет на одного монстра больше Ты его собираешься отправить в обратный мир? А куда? Ну не здесь же его оставлять Телепортус инрибертус Скиби-ди-санта Фух, простите, парни Я окосячил Я просто хотел отомстить младшему человеку Коржик, ты балбес Я же вас специально троллил Конечно, я буду ставить с вами ёлочку Я просто хотел вас немного подколоть Ура! Мы будем ставить ёлку Пошли сделаем это прямо сейчас Парни, через 5 минут мне всё-таки ещё нужно туалет Да? А мы думали, что ты уже сходил После того, как увидел скиби-ди-санту Хи-хи-хи-хи-хи хи-хи хи Субтитры сделал DimaTorzok